Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДмитTorzok ДимаTorzok Дальше мы не проходим, за железной дверь мы не проходим. Вот только узнать, где находится человек, которого вчерашнего дня трамбуют. Живой он вообще или нет? Наконец-то я вижу майора полиции в форме. Новый дежурный сейчас. Вообще агрессия началась. Неизвестный молодой, может быть еще не испорченный? Да нет, с погонами. Их сразу портят, наверное. Вас сразу портят, прикременную работу? Это был основной вопрос. Ну, допустим... Что говорят-то? Пока дежурный, видишь, занят, бегает, телефоны... А кроме него не может ответить на вопросы. Что дежурный-то у нас свои не выполняет обязанности? Бегает где-то, люди пришли, ждут. Может, что-то серьезное происходит вообще. Государственный пустук. Здравствуйте, Яна Михайловна. Здравствуйте. Я правильно сказал, Михайловна? Благодарю. Просто мало кто знает, вот есть пункт 17 приказа 736-го. Информационные стенды должны быть расположены и доступны для граждан местах, зданий, органов, внутренних дел и помещенных для приема граждан. В помещении для приема граждан запрещается размещение информационных стендов, места, доступ к которым возможен только при предъявлении документов, удостоверяющих личность граждан. А там уже написано на стенде информация. Нет, нет. А я хочу вас с теми стендами. Могу ознакомиться с пройти? Да, когда запишетесь паспорт, я вас буду просить. Вы нарушаете положение пункт 17? Здравствуйте. Меня зовут Иван Ильич Шейкин. Вот смотрите, я просто вам покажу, я ничего не придумал. Пункт 17, это приказ 707-й МВД. И вот смотрите. Представь Фатыков, но вы тогда исполните законополицию? Представьтесь, конечно, человек обращается. Закон о полиции исполнки. Хорошо. Ильяна Равинович, у меня вопрос следующий. Вчера был задержан... Запрещает размещение информационных стендов, места, доступ к которым возможен только при предъявлении документов, достигающих личностей. Меня не пустили. Я хочу за тебя ознакомиться, я могу ознакомиться? Защитника. Тут было все заблокировано. Вот я хотел бы узнать его судьбу. До сих пор, я написал вчера заявление о том, что... А? Куда? Домой. Домой был? Когда? Сегодня. Восколько? В котором часок? Сейчас назад. Сейчас назад. А какое-то решение по поводу суда протокола вам известно? Нет, ничего не известно. Ну что, все сколыкнулось. Нормально. Домоходим дошло, все, мы пошли. Туда тоже можно заходить и с тендами ознакомиться без записи, кстати. Здесь на будущее. Все очень просто. Никого конфликта, все хорошо. Прошу вас. Судебное заседание было. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. исследование. Прошу вас. 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 Как вас зовут? Прошу вас. 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 Это. Честная территория. Что ты делаешь? Решайте дальше. Самый настоящий. Тут петуха, видимо, всё нормально. Если ты в виде опыта выставляешь, то будет подано заявление. Подавайте. Подавайте. Подаем. Ты думаешь один умный? Ты со мной идти повоевать? В очередь станьте. Понимаешь, как со мной? Полицейская рука, мне свою руку. Полицейская рука? Ты мне рука? Зачем меня вкладешь? Грязная. Самый пиржанин был вложился при мне. Мой адрес, институт, набрали. А я за меня пишу, что он по наркотическому мнению. Да, за ним. Но визитель ГМД, проверьте его на наркотические средства. Воordin, что все это гранили. По зрачкам у него наркоман. Надо не расстраиваться. Он не декутный себя виноват. Просим, чтобы вы как-то оградили нас от не декутного поведения на научиле. Я думаю, что бы меня оградили от вашего поведения здесь. С моей территории. Еще беру, что я могу найти по нижней моте, это может ничего. Это не надо жить, по нижней моте. Я не знаю, что я могу найти по нижней моте, по нижней моте. Я не знаю, что я могу найти. Спасибо. У защитника Останина дополнения не имеются? То же самое, когда я изначально заявлял, хотел бы обратить ему адаптацию данное, что еще раз. Поскольку заявление о ходатайстве количеством неограничено, то есть в рамках предсмотрения, в результате дел можно неоднократно заявляли одни и те же ходатайства в зависимости от стадии рассмотрения тем, в умении я настаиваю на том требовании произведения, адресованном суду, что рассмотрение дела сегодня должно быть отложено, поскольку закон прямо предусматривает, что если за административное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного ареста, рассмотрение дела в его отсутствие, то есть лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не допускается. Эта позиция подтверждена Верховным судом, а также позиция Конституционного суда Российской Федерации, что это является дополнительным вариантом, поскольку существенным образом ограничивается права соблюдения человека и гражданина, в частности данной ситуации речь идет об остании Сергея Викторовича. Поэтому прошу рассмотреть главного адаптства еще раз. Продолжение следует... Суд умирается в совещательный конкурс, в том числе решение по лограммам Дракукова, оглушение решения, оглушившийся. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...